Данная территория, это улица Колхозная, проведены работы по замене высоковольтных опор. Здесь проживают 18 домов, семей, все живут, всех есть детишки, ходят в школу. И очень трудная была ситуация с электроэнергией, то есть очень плачевно. Провода, 60 лет тому назад эти провода были заменены и опорные столбы, тоже деревянные, падают местные жители. Своими силами как-то их восстанавливают, но сейчас вот администрация Сухумского района и Черномор-Рест Сухумского района нам активно помогают, меняют все опоры, провода. Ну, думаю, что уже не думаю, уверен, что Новый год улицы жителей Колхозной встретят уже с хорошим напряжением, будут радоваться, что на Новый год свет у них не отключится. Сейчас ситуация там очень плачевная, потому что провода, они просто при любом ветре могут порваться сами по себе. Они просто уже нигде их использовать, даже их привязывать потом в хозяйстве невозможно, они просто сыпятся. Сейчас ситуация у них, наверное, 120-130 вольт напряжения в сети, то есть если включить электрическую печку, она не накаляется, она не греется, потому что провода пришли в негодность. В связи с тем, что у нас трансформатор старого образца 100 кВт, он, можно сказать, не хватает для всех жителей, если они все зимой включают обогреватели, то напряжение падает до 100 вольт, то есть это нереально просто жить таким светом. Ну, сейчас после ремонта всех проводов у нас установили, уже стоит трансформатор 250 кВт, то есть он вполне будет хватать для всех жителей улицы Колхозная, села Дзигута. На данный момент проводятся работы по установке опорных столбов и подвеске провода мощностью 10 кВт. И с дальнейшей установкой трансформатора. Дальше будут заменены провода сечением 0,4 кВт, будет подвешено СИП 4 на 50, это для того, чтобы заменить те старые провода, которые приходят к населению. Протяженность данной линии высоковольтной, она будет приблизительно 300-330 метров. Общая протяженность провода, которая будет подвешена по 10 тысяч кВт, будет составлять примерно километр. По 0,4 здесь тоже будут заменены провода частично, протяженностью приблизительно до 400 метров. Будет заменен трансформатор и конструкция, в которой она стоит, КТП будет заменен. Были сложности в некоторых моментах, так как некоторые опоры приходится ставить на краю оврагов, так как и места оползней. То есть смотрим почву, какой грунт, выставляем вот такие вот подпорки в нужных местах. На данный момент приборы не работают, потому что напряжение очень низкое. Резинсанта бывает не помогает. Ну вот надеемся, что в данный период, когда сделают, поднимется напряжение. С начала 2024 года произведены работы по замене проводов до 0,4 кВт, это порядка 9 объектов было. По высокой части 10 кВт было заменено порядка 3 км проводов. Установлены порядка 25 новых опор. Это порядка 5 объектов. Из них по 0,4 это улица Ешерская, 1200 метров, село Гумиста. По селу Гумиста было установлено 5 опор и построена линия 5-10 кВт протяженностью до 600 метров. Также в том же селе, в село Гумиста, улица Гочу, была реконструирована линия 10 кВт, порядка 600 метров провода. Также в селе Верхняя Шера были произведены работы по замене проводов 0,4 кВт. Это улица Шаумяна, порядка 1800 метров. Также были произведены работы в селе Нижняя Шера, улица Пабба. Около 1500 метров было замену провода. Это изолированный провод с сечением 50 и 35 миллиметров. После установки и подвески проводов, естественно, мы производим замеры на трансформаторах и на линиях. Напряжение, конечно, в сети поднимается и в проводах напряжение становится лучше. Население, конечно, на себе ощущает произведение таких работ влекут уменьшение аварийности в зимний период времени примерно в 3-4 раза.